Битрикс Битрикс имеет ряд настройок ядра, которые не имеют визуальный интерфейс редактирования. Это сделано специально, так изменение данных настроек или ошибка в них легко могут привести к неработоспособности системы. Это такие параметры, как настройка подключения к базе данных, настройка кэширования и прочие. В старом ядре за настройки Битрикса отвечает файл bd.conf.php. Тут я хотел бы обратить ваше пристальное внимание на один момент. Так как в системе параллельно существуют два ядра, старое и новое ядро D7, то и файлы bd.conf.php и .setting.php используются одновременно. Единые точки подключения настроек параметров на текущий момент не существуют. Для старого ядра мы идем в файл bd.conf.php и выполняем там все необходимые настройки. Эти настройки будут применены только для старого ядра, а для нового ядра D7 мы должны пройти и произвести настройку в сеттинг.php. Причем файл сеттинг.php может и не присутствовать, и нам придется его создать и выполнить настройку в нем. Это вам необходимо учитывать даже если вы используете код только одного из ядер. Вполне может быть ситуация, что после очередного обновления битрикса, какой-то из встроенных механизмов системы будет переписан на новое ядро D7. Если у вас корректно не настроен сеттинг.php, то могут возникнуть проблемы. Файл сеттинг.php размещен в папке bd.conf. Этот файл структурно сильно отличается от прежнего bd.conf.php. Он также сильно отличается по возможностям и по тем сущностям, которые можно настроить в данном файле, из-за которого он отвечает. Также важной отличительной чертой является наличие API, который позволяет редактировать параметры файла сеттинг.php. Для этого используется класс bitrix.main.config. Мы не будем в данном видео восстанавливаться деталью на данном API. Вы можете подробно ознакомиться с этим в специальном курсе по D7. Что можно настроить через файл сеттинг.php. На самом деле набор так называемых секций не ограничен и может пополняться в зависимости от версии системы. Также вы можете там размещать свои секции и параметры, которые нужны только вам для вашего сайта. Я хотел бы упомянуть три основные секции. Это секция кэш. Отвечает за настройки кэширования. Секция exception handling. Данная секция отвечает за обработку ошибок. И секция connection. Данная секция задается параметры соединения с базой данных и другими источниками данных. Рассмотрим несколько актуальных примеров настройки секции файла сеттинг.php. Первым делом настроим подключение к базе данных. Как правило используются те же самые реквизиты подключения, что и используется bd.con.php. Для настройки используем секцию connection. Секция представляет из себя элемент массива, у которого ключ connection. Здесь размещаются еще два элемента с ключами value, это само значение, и redundly, значение которого устанавливается true. Последний параметр указывает, что наша секция имеет статус тока чтения, и ее нельзя изменить через API. Что логично для настроек подключения к базе данных. В элементе массива value находится один элемент default, в котором и будет храниться все реквизиты доступа к базе данных по умолчанию. Подключения мы можем создать несколько, и потом в ходе выполнения кода использовать то или иное подключение. Но в 99% случаев нам нужно использовать только подключение по умолчанию. Здесь мы классически указываем имя базы данных, логин пользователя, база данных и его пароль. Также в параметре class name указываем имя класса, в котором реализована работа с конкретным типом базы данных. Вот такое значение данного параметра устанавливаем для MySQL. Так что если у вас какие-то проблемы с подключением к базе данных в коде, написанном с использованием API ядра D7, то вам, собственно, сюда в эту секцию. Рассмотрим настройку еще одного параметра, аналог которого нет в bd.con.php. Секция отвечает за кэширование, называется кэш. Также тут в секции лежат два элемента с ключами value и readonly. Данный параметр не считается параметром только для очищения, то есть его значение можно менять через соответствующий API. В значении у нас указывается параметр type, который обозначает тип кэширования, допустимые значения, у которого memcache, apc, xcache, files, хранение в файлах на диске и none, отсутствие кэширования.